Наш пограничный город – родина выдающихся белорусских спортсменов-бадминтонистов. И во многом это заслуга Виктора Алексеевича Конаха, в память о котором и был организован турнир. Его воспитанники – сильнейшие бадминтонисты Белоруссии, являются чемпионами СССР, участниками Олимпийских игр. Среди тех, кто приехал на первенство – юная чемпионка страны по бадминтону Ульяна Захарова, за плечами которой, несмотря на юный возраст, значительная копилка достижений и побед. В память о своем первом тренере девушка решила принять участие в этом бадминтонном турнире. Это международный турнир памяти моего тренера. Он меня пригласил на бадминтон, и я решила заниматься этим видом спорта и участвовать в этих соревнованиях. Я занимаюсь бадминтоном в шести лет, это, можно сказать, почти половину всей моей жизни. И сейчас бадминтон – это вообще главная цель для меня. Я собираюсь в дальнейшем тоже связать свою жизнь со спортом и с бадминтоном. Кроме берестейцев, на открытый чемпионат приехали показать свои силы и побороться за звание лучшего из лучших уроженцев из столицы города Минска и из России. Борьба за лидерство и почетные награды развернулась между 80 бадминтонистами. Соревновались как профессионалы, так и начинающие спортсмены. И смотря на градацию, среди участников первенства развернулась динамичная игра, соперничество оказалось нешуточным. Это впервые международный турнир, посвященный памяти Коноха Виктора Алексеевича. Он скончался в Хорватии в этом году. Все случилось внезапно от инфекции. Ну, я созвонился с Минском, с первым клубом в республике, и мы решили буквально за месяц провести этот турнир. Заинтересованы люди в том, чтобы этот турнир состоялся. И это здорово. И я вижу, что любительский бадминтон в Бресте прям, я думаю, на подъеме. Потому что отличные условия здесь для бадминтона. Развить бадминтон в Беларуси, повысить спортивное мастерство и соревновательный опыт участников, а также привлечь молодежь к занятиям бадминтоном по максимуму – первостепенные цели первенства. Сомневаться не приходится. За этими начинающими и уже опытными спортсменами будущее бадминтонного спорта. Продолжение следует...